Книга «Открытым оком», третий том, вопрос 932, тема покаяния. «А что вы предлагаете относительно общей исповеди? Сейчас полная церковь, не продохнуть, людям нужно исповедоваться, и при всем желании священники не могут выслушать каждого», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «В первую очередь мы должны согласиться, что так, как есть, делать нельзя. Это просто профанация исповеди. Если исповедь назвали общей, так и надо ее придерживаться, как и у Иоанна Кронштадтского. Взмахнул над головами исповедников и Петрахелью, и все идут к чаше. Каждый вслух кричит свой грех, как это описывал Луначарский, первый министр просвещения в правительстве Ленина». Кавычки открываются. «Рядом со мной какой-то купец рвал на себе волосы и кричал, «Я изнасиловал свою дочь, я погубил ее, я не достоин жить!» Крик его рвался над всею толпою. Никто никого не замечал, каждый думал только о себе. Рядом в истерике билась женщина на полу. «Я погубила младенца во чреве!» Крик стоял невообразимый. «Мне сделалось страшно, куда я попал, и я стал проталкиваться к выходу». Кавычки закрылись. «Вот это и есть первоапостольская исповедь перед всеми. Нам скажут, но где взять таких духоносных мужей, чтобы перед этой исповедью он также мог разломать все душевные темницы, и очи всех увидели бездну греха в самих себе?» Иоанн Сергеев, отец Иоанн Кронштадтский, таким не был, учась в академии. Таким сделал его Христос за его полную отдачу при служении ему. Евреям 13, 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Надо просить Иисуса прислать нам таких Иоаннов побольше». Лука 10, 2. «И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Это наилучший вариант. Или начинать катехизацию и провести полную перерегистрацию церкви. Не менее как 97% из посетителей отсекаются. Потому что это чужие люди, ломающие ограду, просто накипь и пена. Иоанн Креститель этим людям давал другое название – змеёныши. Лука 3, 7. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Когда Господь наш Христос сказал людям правду о себе, «Кто он и чего хочет от людей, которые хотели взять его и сделать царём?» Они тут же его обозвали бесноватым, одержимым, и вместо многотысячной толпы осталось всего только 12 человек. Но Господь и этих не стал удерживать у себя. Он спросил, Иоанна 6, 67-68. «Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Пётр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Нужно провести полную ревизию того, что делается в храмах, потому что истинных верующих едва ли найдётся 3%. Тщательные исследования показали, что среди крещённой молодёжи в храм ходит только 0,3%. И с ними уже батюшка поправится, храм не будет переполнен. Проходные дворы должны стать храмами божьими, а не торговыми комками во имя покрова, чтобы посторонние боялись даже подойти к храму. Деяния 5, 13. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. И община должна быть в пределах от 30 до 50 человек на одного священника. А если больше, то уже всё расползается. Это та норма, которая была и в Израиле, и в храме Божьем, и на работах по строительству Соломонова храма на 150 тысяч рабочих 3600 надсмотрщиков. Третий царств 2.35. И было у Соломона 70 тысяч человек, носящих тяжести, и 80 тысяч каменосеков в горах. Главных приставников над работами Соломоновыми было 3600, которые управляли народом, производившим работы. Живи, как отшельник, гуляй или плачь, Найдёт тебя сплетни, придёт твой палач. Ограда мешает, сквозь камень пройди, Дверь не отворишь, под дверь подползёт. В чём грешен, не грешен, в набат прогудит, Навека бесчестит, по гроб осрамит, И в грязь тебя втопчет и недруг, и друг. Проклятая сплетня, проклятый недуг. Никитин, 1848.